Ветхозаветный пророк Мы же наслаиваем, скажем, набираем один слой на другой. Ветхозаветные пророки — это и поэтический текст, это и текст, для понимания которого необходимо знать историю, это и текст, для понимания которого необходимо знать контекст, библейский контекст, культурный контекст, это и текст, для понимания которого требуется богословское, определенное богословское основание. И сейчас мы будем говорить, ну, коротко, но все-таки дадим основную характеристику того, что нам необходимо для понимания пророков. Во-первых, поставьте пророка в контекст его времени. Опять это применение общего принципа, который мы с вами уже излагали. Поставьте пророка, еврейского пророка, в контекст его времени. Посмотрите, когда он жил. Что происходит вокруг него? Какие страны, какие народы сильны? Какие страны, какие цари в Израиле и в Иудее? Насколько эти цари служат Богу? Где живет и трудится, служит этот пророк? В Израиле на севере или в Иудее на юге? Поставьте пророка в полуисторический контекст. Во-вторых, познакомьтесь, насколько возможно, с жизнью народов, о которых говорится в пророчествах. Познакомьтесь с жизнью народов, о которых говорится в пророчествах. Едом, например. Что такое Едом? Чем он был знаменит? В положительном или в отрицательном смысле? Попытайтесь раскопать как можно больше информации. Что значило пророчествовать против Ниневии? Почему Ионе было так тяжело это сделать? Если перенести, ну аккуратно только очень, перенести на современную почву. Вот Ниневия, допустим, для нас это было бы как что, если есть такая аналогия. Но если нет, тогда можно объяснить, почему такой аналогии нет. Третье. Ищите непосредственное исполнение пророчеств. Ищите непосредственное исполнение пророчеств. И исполнение во Христе. Ищите непосредственное исполнение пророчеств. Вот в то время, которое там было. И исполнение во Христе. И четвертое. Извлекайте урок для своей современной жизни и служения. Извлекайте урок. Для своей современной жизни и служения. Пророк Иона. Один из сложных пророков. Кстати говоря, сложных я имею ввиду не потому, что у него книга длинная. Четыре главки. А потому, что личность противоречивая. Мы порой думаем, что пророк это такой на 100% положительный герой. Который никогда не ошибается. Но давайте для себя учитывать. Вообще-то говоря, пророк несет слово Божие. Кто на 100% не ошибается, это Бог. А пророк это человек, через которого Бог взял и решил работать. Богу угодно было работать через этого пророка. Пророк Иона. Скажите, пожалуйста, а в какое время жил Иона? Не нашли эту информацию? В принципе, я не просил. Ну, жил. В какое время жил? Да жил. В Ветхом Завете. Да, в Ветхом Завете. Ну, ориентировочно он жил где-то 740-760-е годы. До Рождества Христова. Жил на севере, в Северном Царстве. Скажите, пожалуйста, а если говорить о наиболее крупных городах, наиболее крупных державах. Скажем так, кто из крупных держав и какой из крупных городов были ближе всего тогда к Израилю и к Иудее? Из могущественных соседей. Асирия. Асирия. Значит, Асирия потом аж нападет на Северное Царство. Но пока это самая могущественная страна. И вообще для иудеев откровенно враждебная. Скажите, пожалуйста, как чувствует себя руководитель бизнеса, компании, фирмы, если видит, что рядом с ним появляется могущественный конкурент? Беспокоится. Что-то ему не по себе становится, потому что, ну, скушают конкуренты. Причем скушать могут легко. Как чувствует себя руководитель компании, когда выясняется, что у этого могущественного конкурента большие проблемы с налоговой инспекцией? Хорошо. Да, а то их, а то их, а то. Значит, становится лучше, потому что, да, и мне как бы не надо их осуждать. Потому что вот есть другие люди, которые хасуют, ибо получают этот конкурент по заслугам своим, вот придут налоговики и наведут порядок. Совершенно верно. Какое слово получил Иона от Бога в первой главе этой книги? Станя, Дим, Немеми, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеи его дошли до Медии. Злодеяния. Да, злодеи ничего не дошли. А вот злодеяния дошли. Да, я не стал это повторять, но все-таки позволю себе. Слушайте, очень важно, когда вы читаете Писание, читать правильно. Там такие замечательные первые иногда в проповедях бывают, из неправильного чтения. Вот, дошли злодеяния, но у меня тоже такое было, поэтому я воспонимаю. Я смотрю, что так смеется народ, думаю, что такое, может у меня это, галстук неправильно надет. С галстуком все нормально. Так, хорошо, встань, проповедуй, потому что злодеяния дошли до меня. А если посмотреть в конец книги, в четвертую уже главу, как понял Иона подтекст Божьих слов? Встань и проповедуй, потому что что? Потому что там плохие и враги. И потому что, да, он хотел бы, чтобы это было, потому что там враги. Но он понимал, что Бог-то другой, что Бог милостив. Встань и проповедуй, потому что что? Потому что я хочу покаяния этого города. Это Бог. Да, потому что Бог хочет, и он не хочет. А Иона хочет наказать это. Иона хочет наказать. Значит, перенося на современную, допустим, почву. Значит, руководитель какой-то фирмы получает указание. Пойди к своему могущественному конкуренту, который вот-вот тебя поглотит. И предупреди, что через 40 дней у них большая налоговая проверка. Представьте себе эту ситуацию. Значит, предупреди для чего? Слушайте, а вдруг я предупрежу? А они исправятся, разберутся со своими этими самыми счетами, выплатят налоги и все, как у них будет в порядке. Вот не хочу я их предупреждать, что будет большая налоговая проверка. Потому что, в общем-то, лучше бы, чтобы их тут не было. А не знаю, как у вас, а у меня в жизни был случай. Ой, и мне об этом случае неприятно вспоминать. Действительно неприятно. Когда я понимал, что другой человек, с которым у нас были некоторые отношения, с конкуренцией, я понимал, что этот другой человек неправ. Он действительно серьезно неправ. И если его не предупредить, если ему об этом не сказать, то я понимал, что это не связано с христианским служением, это было связано с работой. У него будут большие проблемы. У меня, ребята, была дилемма Ионы. Дилемма какая? Слушай, да и пусть у тебя будут большие проблемы. Потому что, если у тебя сейчас твои проблемы решатся, то потом у меня из-за тебя могут быть большие проблемы. Поэтому я не хочу с тобой ни о чем говорить. Я не хочу тебе показывать то, что я знаю. Пусть вот это самое наказание придет, и все будет нормально. Вот ситуация Ионы. Что делает Иона? Убегает. На карте не смотрели, куда убегает? В Арсии. Да, вот, скажем так, здесь и противоположную сторону, здесь и достаточно сложно было убегать. Он убегает туда, куда, по-русски мы бы сказали, на край света. Беги подальше. Беги подальше, чтобы только не пойти туда, куда Бог хочет направить в данном случае. Он купил билет, он, значит, так, потом прибывает в Иопию, он находит корабль. Значит, фарсис от лица Господа. Значит, еще раз. В третьем стихе это четко написано. Он убегает от лица Господа. На что он жалуется в начале второй главы? На что он жалуется в начале второй главы? Что Бога нет. Что Бога его оставит. Да, значит, вот смотрите, понимаете, если бы я на себе это не прочувствовал на своей шкурке, да я думаю, вы тоже на своей шкурке это прочувствовали, мы бы могли искать какой-то непоследовательный Иона. Он сначала убегает от лица Бога, а потом жалуется, почему Бог его оставил. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Но вот он человек, он пророк Божий, но то, что записано в этой книге, нужно было и для того, чтобы изменить его, и для того, чтобы изменить нас с вами. Бог меняет его так же. Дальше. Начинается слово «но» здесь, и когда мы видим слово «но», это всегда указание на вот две линии, или часто указание на две линии. Здесь это линия Божия и линия человеческая. Господь Иону оставляет? Конечно, не оставляет. Мы уже говорили немножко об этом. Скажите, море, особенно бурлящее море, особенно волнующее, штормящее, волнующееся, штормящее море, обычно ассоциировалось с чем? Вот, скажем так, для нас море, часто это там морской пляж, песочек, кокосовые орехи, может быть, ну, если соответствующее море. Вот, да, музыка и так далее. А для них море — это что? Для них было море, особенно штормящее море, это что? Народ волнующийся и опасность, это гибель. Это страх, конечно. Это страх, это опасность, это гибель. Он оказывается среди моряков, между прочим, язычников, как мы узнаем потом по тексту. Да, совершенно верно. Потом они покаялись даже. Причем это можно по книге показать, что они покаялись. Вот. Куда уходит Иона? В трюм. Во внутренность корабля, в чрево корабля. Трюм на корабле — самая низкая часть корабля. Почему самую низкую часть корабля? Чтобы не качало. Наверху штормит. Здесь можно поспать. А опять, смотрите, один из авторов христианских написал хорошую книгу «Есть ли у Бога чувство юмора». Смотрите, какое замечательное здесь чувство юмора. Слушай, Иона, дорогой, ты хочешь от меня подальше? Пожалуйста. Первая глава хочет от меня подальше, вторая — пожалуйста. Слушай, Иона, в первой главе, ты хочешь от меня пониже, в трюм корабля, чтобы не штормило? Пожалуйста, мы можем еще ниже. Вот хочешь, распишитесь, получите. Вот. Он заснул, он засыпает в этот самый шторм, убаюканный, соответственно. Дальше я пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь. Он пассажир, он как бы не отвечает, но в данном случае он ведь... Они все погибают. Встань, воззови к Богу твоему. Еще раз. Куда? Зачем бежал? Никуда. Зачем убежал Иона? Чтобы скрыться? От лица Бога. Язычник призывает его сделать что? Прийти. Возвать к Богу. Вот книга Ионы — это сплошной парадокс. Иона говорит, я не хочу. Язычник ему говорит, да помолись. Причем он не верит. Он верит, что есть много богов. Но в данном случае ему совершенно неважно. Ему хоть любая соломинка, потому что иначе погибнут все. А может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Значит, они все уже гребли, молились. И он призывает его к тому же. Сказали друг другу матросы, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. И вот тут они начинают с ним беседовать. За кого постигла нас эта беда, какое твое занятие, откуда идешь. О какой у них жребий, кстати, я не знаю. Вот я не понял, как они кинули жребий, бац, на его на мой пол. Монетку кинули. Собрались вокруг. Вот я не знаю, как они кидали жребий. Собрались вокруг, монетку кинули. Была традиция выяснения воли Божией. Вот кто? Ну, как у нас считаются, допустим, детишки посчитали, да, считалочки. Или короткое. И Бог мог управлять жребий. Вот. А, конечно. Главное, никакое жребие. А кто им управлял? Да, и он показал, соответственно, что? Проблема с Ионой. Где твоя страна и из какого ты народа? И он сказал им. И вот тут есть, по крайней мере, две интерпретации его слов. Он отвечает на их вопросы. Я, еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего моря и сушу. А вопрос, который здесь сразу возникает. Ион говорит, что он чтит Господа Бога Небес. А как, собственно, это почтение проявляется? Я чту Бога. Вопрос, как именно? Ну, вот, интересно. То есть, то, что он говорит, это начало его покаяния уже? Нет, это гордыня. Или это... Религиозная гордыня. Вот тут по-разному. Да, многие говорят, что это религиозная гордыня. Именно, что я еврей, он начинает своей национальности. Чту Господа Бога Небеса. То есть, мой Бог круче ваших. Вот такой момент тоже есть. И устрашились люди страхом великим. Сработало, да? И сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Гос Господня. Ведь он им это рассказал, получается, да? Потому что здесь в тексте в этом написано. То есть, он, в общем-то, здесь не таится. Теперь они начинают спрашивать у него. Он говорит, выбросите меня. Они пытаются не выбросить, не сделать это. Потом все хуже и хуже. Они выбрасывают. И обратите, пожалуйста, внимание. Опять они устрашились в 16 стихе. И чем кончается эта глава? 16 стих. И устрашились эти люди Господа Бога великим страхом. И принесли Господу жертвы. И дали обеты. Вот стих, на основании которого многие исследователи говорят, что в этот момент произошло их покаяние. Они приняли господство Бога Израилева. А Иона, принимал ли он в первой главе господство Бога Израилева? Получается, что нет. Да, получается, что он бежал, и вот ему понадобилось попасть, упасть, быть поглощенным в кита, в большую рыбу, чтобы принять. Но вернемся к вопросу, который был поставлен с самого начала. Я спрашивал, почему обижался Иона на Бога? Здесь немножко расширю. Давайте еще раз сформулируем, почему в первой главе Иона не хочет слушаться Бога. Господь посылает Иону в Неневию, чтобы спасти этот город. А он не хочет. Иона не хочет спасения этого города. Почему не хочет? Можно только догадываться, и то, что это мощный город, и то, что вообще-то, говоря, спасение и отношение с Богом, это дело израильское. То есть этим язычникам, которые так нагрешили против Бога, вообще спасение не нужно. Но идем дальше. Иона возвращается. Третья глава. Пять. И было слово Господня Иона вторично. Встань и Дивни Невию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. Второй дубль. Теперь он уже идет. По слову Господню. Здесь мы пропустим третью главу, хотя она удивительна. Вы представляете себе, что вы пришли проповедовать в город, и у вас все покаялись? Проповедь его интересная. Он же не объясняет им ничего. Он просто говорил одну фразу. Этой фразы было достаточно. Да, через 40 дней, да? Да. Может, эти люди, они были послушные? Да нет, не были они послушные. Ну, а как они? Бац, и Бог, кажется. Как они покаялись, да? Да, потому что это видна рука Господня уже. И вот это, наверное, рука Господня. Наверное, только Господня. И четвертая глава, когда начинает Иона огорчаться. Первый раз он огорчается в первом стихе. Девушки, пожалуйста. По поводу чего? Тем, что Бог... И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них. И не навел. А чего огорчаться? Потому что Он-то, Он говорит, я так и знал. И молился Он Господу и сказал, о, Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей. Потому я и бежал Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Так подождите, а чего огорчаться-то по этому поводу, что Бог благий и многомилостивый, и так далее? Ну, что и здорово. Ну, не задавил конкурентов. Ну, не задавил конкурентов. Да, гниду эту, Осирию. Потом ведь Осирия завоюет Израиль. Ну, да, врагом будет Израиль и станет его поработитель. Да, вот и всегда так. Мне хочется с ними разделаться, а ты благословляешь. А так как он пророк, он, скорее всего, ему это было открыто. Я думаю, что да, он понимал, что будет покаяние этого народа. Вы знаете, вот эта большая проблема, уже современная проблема. Скажите, вот по вашему опыту, всегда ли Бог наказывает тех людей, про которых вы бы хотели, чтобы он их наказал? То есть, вот я хочу, Господи, ты вот этого человека накажи, да? Тогда мы были первыми наказаны. Ну, и с другой стороны, всегда ли Бог благословляет тех, про кого мы считаем, что вот нас, что их нужно благословить? Тоже не всегда. Я смотрю вокруг, вы знаете, вот честно, да, есть церковь, есть христианские общины, с богословием которых я совершенно не согласен. Но вижу, что Бог их благословляет, в частности, ростом. И мне хочется сказать, ну, нет, это временный рост. Нет, это не настоящий рост. И в некоторых случаях там действительно очень серьезные проблемы. И понятно, что, допустим, если свидетелей Иегова много, это еще не значит, что Бог благословляет их рост. Потому что там серьезные богословские проблемы. Но бывают и ситуации по-друге другие, когда, мне кажется, вот этого пастора, ну, Боже, ну, как ты можешь благословлять вот этого пастора? Вот ты смотри, какие глупости он иногда говорит. Слушай, слава Богу, что мы с вами не боги. Да, вот в данном случае первая обида, первое огорчение Ионы было от того, что Бог не исполнил воли Ионы. И настолько огорчился он, что, да, в качестве этой обиды против Бога кидает ему эти слова по поводу того, что ты благой, милостивый. Причем он очень сильно огорчился. Что дальше? Дальше он снова будет огорчаться. Он садится посмотреть. Что он хочет посмотреть? Что будет с городом? Ну, я тут пожарился перед Богом. Он увидел это, сокрушенное мое сердце. Может, он все-таки их уничтожит. Конечно, и покаялись. Наверное, не искренне покаялись. Вместо того, чтобы показать уничтоженный город, Бог кое-что все-таки уничтожает. И показывает. Что он показывает и что уничтожает? Растение. И показывает. И растение уничтожает. За что обижается Иона? Теперь его солнце печет. Не то уничтожил. Да. Лишает его комфорта. Помните, зачем? Помните, что хочет посмотреть Иона? И вот в этот момент, когда Иона смотрит, ожидает, Бог его так благословляет. Ему растение вырастет быстро. Чудо показывает. Моментально. Растение, которое моментально выросло, это же чудо. Вау, Бог со мной. Бац уничтожил. Господи, что такое? Какое право ты имел? Я тут сижу. Да. Да, ненормально это. Неужели так сильно, 9 стих, неужели так сильно огорчился ты за растение, он сказал. Очень огорчился. Даже до смерти. Да, жить не могу вообще. Что такое то самое? Как так мог бы сделать? Со мной, после того, как я вот столько перестрадал, выстрадал. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь растение, на котором ты не трудился, которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Неневи, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота. И тут книга кончается. Мы не знаем, что было дальше с Ионой. Может, понял, может, не понял. Сказать трудно, да и не важно. А важно, что пророк через свое служение меняется и сам Бог его меняет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok